Так, презентацию видно, да? Да, видно, да. Хорошо, еще раз всем добрый вечер. С кем не знаком, меня зовут Антон, и это моя презентация по итогам курса введения в системное мышление. Ну, для начала начну с структуры презентации, то, о чем я сегодня буду рассказывать. Во-первых, мое состояние до курса, во-вторых, как я нашел курс введения в системное мышление, в-третьих, что я хотел получить от курса, далее, что удалось внедрить, потом, что не удалось внедрить, ну и, собственно, что дальше. Я, как переводчик по профессии, считаю, что контекст очень важен, и хочу его определить тоже в этой ситуации. Я улетел из России в 20 лет и не возвращался 7 лет в Россию. Так получилось, что мое становление как личности и, наверное, большинство моего жизненного опыта прошло в Китае. Собственно, вот моя скромная, я поставил свою фотографию сюда, когда я выпустился из Пекинского университета в 2018, получается, году. Во время учебы в университете я зарабатывал себе на учебу самостоятельно, ну не только на учебу, на учебу, на жилье, на еду полностью вообще. И за это время я успел попробовать на себе очень много различных ролей. В частности, я создал самый успешный студенческий проект, некоммерческую организацию «Российско-Китайский мост», нацеленную на сближение молодежи России и Китая, получил за это признание посольства Российской Федерации, предложение работы в МИДе, но не пошел по этому пути. Значит, потом во время учебы я, у меня был такой пунктик, я хотел поработать всегда в топ-500 мировых компаний, ну и попал в компанию jd.com, это основной китайский маркетплейс, конкурент Таобао или Алиэкспресса в России. Поработал там, понял, что галочку я себе поставил, но тоже не сказал бы, что это прям мое. Ну и параллельно я даже не считаю, что я работал переводчиком в трех языках, часто с неродными языками, да, то есть английский-китайский пара. Работал учителем, даже был момент, когда я преподавал китайский китайцам, ну вообще полный абсурд, то есть меня пригласили преподавать, получается, китайские фразеологизмы детям китайским. Ну да, это, конечно, было весело, но тоже прикольно. Когда я выпустился из вуза в 2018 году, я осознал, что не понимаю, как дальше, можно я вот так вот буду продолжать, как дальше развивать мне мыслительное мастерство и выстраивать свою образовательную траекторию. Как переводчик по профессии я чувствовал себя постоянно инструментом в чужих руках и вообще сложилась такая парадоксальная, на первый взгляд, ситуация, потому что у меня были, ну не были, есть очень достаточно неплохие инструменты, то есть владение иностранными языками и опыт работы на правительственном уровне и так далее. Но отсутствовало мыслительное мастерство, потому что я приехал с сырой нейросеткой абсолютно в Китай, и там, скажем так, образование далеко от того, что я хотел получить. И только благодаря своему жизненному опыту, вот этому, я из-за того, что я крутился, у меня были различные роли и так далее, я хоть какой-то навык приобрел, но постоянно все равно обещал себя так, как этот человек на вот этой картинке. Значит, что произошло дальше? Дальше, после того, как я закончил университет в 2018 году в Китае, я поработал в Пекине какое-то время, и потом китайская компания отправила меня в Казахстан. На строительство электростанции, объекта для электростанций, меня поставили начальником отдела. Впервые в жизни, собственно, я получил руководящую должность, причем сразу же меня закинуло в самую гущу событий. Я получил в подчинении 8 человек, и все они были разных национальностей, то есть у меня в подчинении были русские, китайцы, казахи. То есть это очень непростая была ситуация, потому что в Казахстане есть определенные сложности со всеми, скажем так, политическими событиями. И мне приходилось выступать в роли демата какого-то миротворца, очень часто помимо менеджерских обязанностей. Ну, собственно, у меня с моей компанией был договор, что я поработаю там, в казахстанской провинции всего полгода, и после этого я вернусь в Пекин. Это был январь 2020 по июль 2020, но случился COVID-19, и я понял, границы закрылись, и я понял то, что у меня начала рушиться моя вообще вся, то, что картина мира. Но из-за того, что я зациклился на одной роли вот этой вот, да, то есть с работы с Китаем, перевода, международного вот этого бизнеса, если можно так сказать, то когда закрылись границы, я прям так загрустил, скажем так, и осознал, что мне нужно диверсифицироваться, да, хеджировать риски. И я начал, собственно, двигаться в разных направлениях. Одно из направлений, которые я для себя выделил и за эти полгода за год уже успешно развил, это алгоритмический трейдинг. Я научился, ну, базовому программированию, созданию алгоритмических ботов и торговли на различных рынках. В принципе, это сейчас приносит определенный доход. Да, это был такой бэкграунд, контекст, а теперь тезис на моем состоянии до курса. Значит, первый тезис, мне очень не хватала системы саморазвития, то есть если пользоваться терминологией курса, у меня была осознанная некомпетентность в саморазвитии. Я очень четко понимал и осознавал, что у меня абсолютно сырая нейросетка, но достаточно большой для моего возраста жизненный опыт и отличные инструменты. Но прямо вот я очень ощущал, что я постоянно являюсь инструментом в чужих руках. То есть люди с мыслительным мастерством, превосходящим мое, они умело пользовались мной. Ну, как бы я получал за это, конечно, зарплату, да, не пользовались моими навыками практическими. Но как дело доходило, вот, например, до менеджерской роли, я помню, что я просто хватался за голову, потому что мне действительно очень сильно не хватало именно системы. Как мне все это систематизировать? Значит, я пришел еще с тем, что я не успел, не умел организовывать смену циклов работы и отдыха, да, то есть я работал там без выходных вообще. И потом у меня вообще в голове было очень много стереотипов насчет того, что нужно там работать в поту, потом отдохнем и все в таком духе. Я понимаю сейчас, что это абсолютно неправильно и вредит, собственно, самой работе. Здесь я хотел бы показать такую проблему, еще одну, с которой я пришел. Это скриншот из трекера использования мобильного телефона, получается, за декабрь, то есть ровно за два месяца до начала курса. У меня почти пять часов в день было использование телефона. Ну, да, социального много, потому что я находился один, и я звонил друзьям, родным, близким и так далее. Но, тем не менее, это нездорово. Я считаю, что такое огромное разблокирование количества, да, и такое огромное использование непонятно куда времени. Соответственно, это действительно была огромная проблема. Потом я позже предоставлю слайд, как сейчас обстоят дела. Значит, следующая была запрос, проблема, с которой я пришел, это неспособность принять взгляд с другой картиной мира. Несмотря на то, что я учился в международном вот этом университете, где были люди из 110 стран, и я жил в общежитии, где я был единственный белый, то есть из Европы человек, у меня была немного другая неспособность принять взгляд людей. Это именно я очень сильно раздражался, когда встречал людей с ненаучной картиной мира, да, то есть с различными, возможно, там, не знаю, уклоном в эзотерику у людей или что-то еще. Меня очень сильно это раздражало, я не мог с этим справиться. Значит, я пришел с тем, что я не записывал свои мысли и не особо прислушивался к себе. Да, вот было такое. У меня был страх, что роботы заменят переводчиков. Ну, это действительно, как бы, и такое есть направление. Ну, сейчас я научился с этим работать, чуть позже расскажу, как. У меня была проблема излишней жесткости и требовательности к себе и окружающим. Значит, опилки времени, ну, это пользуясь терминологией Максима Дорофеева, да, я не понимал, как мне правильно использовать опилки времени, то есть 10-15 минут, которые у меня были, например, когда я стоял в очередях или где-то еще. Я первым делом там лез в соцсети, ну, вы сами видели на том скриншоте, который я показывал. Как я пришел к курсу? Собственно, в декабре, когда я скачал вот то приложение, на котором вы увидели вот эту страшную цифру почти 5 часов использования телефона в день, я осознал, что надо что-то менять, начал искать активно курсы и наткнулся на книгу Анатолия Игоревича «Образование для образованных». Мне очень понравилось название, я ее скачал, и для меня это было тоже, как для Павла, такое, ну, откровение, если можно сказать. Я ее на одном дыхании прочитал, и тут же я, естественно, зашел на сайт «Школа системного мышления» и первым делом записался на курс, который был, по-моему, 5 февраля, начинался, вот наш поток. Что я хотел получить от курса? Так, сейчас, секундочку, тут у меня записано. Я хотел улучшить роль ученика, точнее, научиться облегчить процесс вхождения в роль ученика и получать больше удовольствия от этой роли. Мне пришлось освоить роль ученика из-за китайского языка, потому что регулярное изучение языка 3-4 часа в день на протяжении 5 лет было, но это было такое немного насилие над собой, мне было очень тяжело, и приходилось буквально заставлять себя. Я хотел, как бы, найти способ, как это можно делать более приятно и менее болезненно. Собственно, я хотел выстроить собственную образовательную траекторию, хотел получить ответ на вопрос, какой второй бакалавриат мне получать дальше, потому что я планирую получать образование на Западе теперь, у меня есть, как бы, восточное образование, теперь я хочу поехать на Запад. И сейчас у меня немного с возрастом интересы поменялись, появился интерес к экономике, международным отношениям, электронной коммерции, международной торговли. Я хотел перейти с уровня неосознанной компетентности по теме системного мышления к уровню осознанной компетентности по этой теме. Хотел примерно понять, сколько времени вообще нужно для освоения системного мышления и смогу я вообще его освоить со своим вот этим сырым образованием. Я хотел научиться лучше распознавать свои эмоции и управлять ими, при этом используя научный подход и новейшие сотопрактики. Условно не распространенные варианты, типа ретритов, медитаций, многолетних подходов, походов к психотерапевту, а что-то другое, как-то я интуитивно ощущал, что есть другой путь. Хотел получить знания о том, не как лечить психику, а как улучшить ее. Хотел найти научный подход. Я хотел научиться мышлению письмом и мышлению проговариванием. Я всегда хотел научиться интересно и информативно писать. Даже когда-то подумывал поступить на журналистику. Я хотел получить конкретные рекомендации и литературу по теме, и техникам мышления письмом. Я хотел освоить искусство маленьких шагов. Я уже осознал до курса, что подход начать новую жизнь с понедельника, с самыми крутыми практиками, он не работает. Ну, я говорю за себя. Но не до конца понимал именно технологию ежедневного улучшения всех сфер жизни. Надоело тратить время на непонятные практики. Хотелось получить инструменты для системной работы над собой на всех уровнях жизненного мастерства. Кроме этого, я хотел побыть в среде единомышленников и стать частью сообщества школы системного мышления. Потому что этот год, ну, собственно, предыдущие 6-7 лет тоже, но год в Казахстане особенно, что я провел вообще в чужой среде, без друзей, без родных и так далее. Была большая потребность в общении с близкими по духу людьми. И так, хорошо, с этим разобрались. Идем дальше. Что удалось внедрить по итогам курса, собственно? Значит, первое, самое главное. Я успешно внедрил технику помодора. Это показывает очевидно, что произошло. Это первая неделя или вторая неделя после начала курса, вот сверху, где 21 помидорка. Еще очень видно, какой у меня был рваный темп. То есть понедельник там что-то поработал, вторник-среду какой-то провал, и потом зато на выходных наверстаю. И вот сейчас вот эта неделя, ну и предыдущие тоже. То есть это 30-45 помидорок и достаточно стабильная работа и отдых. То есть не выгораю. Далее. Я осознал, что такое инвестиционное время и его ценность. Раньше я тоже, как Павел, думал, что меня не удивить помидоркой. Но Цирен в одно время сказал такую мысль, что он использует помидорки как инвестиционное только время. Я сначала не совсем понял, что Цирен имеет в виду. Потом осознал, что я запускал помидорки вообще на все подряд. Из-за этого у меня смазывалась картинка некая, ну то есть не было четкого представления о самом себе, куда я трачу время. Сейчас я поменял полностью подход, я учитываю только инвестиционное время. И вообще по-другому стал ощущать время. Я выделил отдельный день на стратегирование. То есть у меня есть отдельный день, когда я сажусь, считаю помидорки, планирую проекты на следующую неделю и так далее. Раньше такого не было. Я внедрил мышление письмом в Obsidian. Не до конца разобрался с интерфейсом Obsidian, но мышление письмом там происходит. В частности, вот я экзамен в ГАИ на следующей неделе сдаю и билеты свои я гоняю мышление письмом там. Внедрю мышление проговариванием. Тоже сейчас применяю его в вождении. Вот сегодня только что вернулся с вождения, с инструктором проговаривал все ошибки. Создал два экзокортекса. Вот сейчас я видел слайд Павла, мне очень понравился, есть куда расти. Но у меня пока только два. Obsidian и TicTic. То есть фокус туду почему-то мне не зашел. Я пробовал его много раз, но решил вернуться обратно в TicTic. Там есть модуль статистики, и мне там привычнее. Внедрил привычку выгружать все мысли туда. У меня увеличился горизонт планирования с недели до трех месяцев. Сейчас моя цель увеличить этот горизонт до полугода. Значит, дальше. Сформировал свое информационное пространство. Что я имею в виду? Есть такой агрегатор новостей Fiddy. Я сформировал новостные ресурсы по своим тематикам. И теперь вообще не хожу на другие сайты, хожу только туда. И, кстати, хотел добавить, что я заменил привычку залипания в соцсетях, вот эту бесполезную, на блуждание своей теме. Я где-то встречал это, по-моему, в нашем как раз курсе было. Мне это очень сильно зашло, и мне очень сильно помогло заменить вот эту привычку прокрастинации в соцсетях на полезную, условно, прокрастинацию. То есть когда мне хочется отдохнуть, я просто лезу и по своим темам что-то смотрю. Значит, вот тот слайд, о котором я говорил на текущий момент, моя ситуация по зависимости от телефона. Сейчас это, ну, тоже далеко, конечно, от идеальной. Два часа 42 минуты среднее использование в день. Ну, есть куда расти. Но, тем не менее, прогресс почти в два раза. Да, тут большая категория социального, но это тоже потому, что приходится очень часто созваниваться с разными коллегами из-за границы в том числе. Я стал терпимее относиться к людям с другой картиной мира. То есть то, о чем я упоминал, когда я вижу людей с ненаучной картиной мира, которая, я не говорю, что у меня там очень сильно научная картина мира, но есть вещи, которые меня очень сильно раньше раздражали, но теперь вообще спокойно стало относиться, что все люди разные и все точки зрения имеют свое место в существовании, право на существование. Улучшилось ролевое мастерство, что я подразумеваю под этим. Я стал лучше распознавать роли, когда, с кем, о чем, на каком языке можно, нужно говорить, а когда лучше не стоит. Стал уделять больше времени здоровью. Ну, тоже, в принципе, классика. Я записался уже на чекапы в мае, стал бегать, играть в баскетбол, продолжил и так далее. Что не удалось внедрить. Перейдем к такой не очень веселой части, но она не очень большая. Значит, дневник эмоций. Дневник эмоций мне вообще прям очень сильное у меня сопротивление на него, и постоянно он прокрастинируется у меня. Пока не совсем понимаю, что с ним делать, но буду как бы работать. Видимо, время нужно, возможно, поменять. Вечером уже как-то сил, что ли, не остается. Не знаю, не понял пока. Не хватило времени на освоение вот этой практики, да, по ходу курса. Она очень прикольная, мне понравилось. Я ее почитал, изучал, но просто не хватило времени, потому что были вещи намного более приоритетные, такие как постановка мышления письмом, систематическое чтение и так далее. Но эту практику я обязательно ее разберу. Это мой обсидиан в конце недели, потому что я не всегда успеваю разбирать заметки. И это, на самом деле, я считаю, самая приоритетная на данный момент задача для меня, которая выведет меня, наверное, на новый уровень, ну, точнее, мое мышление письмом. Потому что я много пишу сейчас, но в конце недели мне лень, вот, честно, разбирать все это дело. Ну, и еще из-за того, что я не до конца разобрался с интерфейсом обсидиана, вот, в итоге, мой обсидиан в конце недели выглядит примерно вот так. Еженедельная публикация одного поста. Да, постов у меня получилось в итоге ровно 12, но пишутся они пока нестабильно. То есть, например, одну неделю три поста, потом ноль, потом пять и так далее. То есть, на данный момент мои посты выглядят так, как вот этот вот человечек справа. И это не очень хорошо. Но будем как-то выводить в стабильность. Создание вечернего ритуала с заполнением чек-листа тоже не удалось сделать. Вообще, почему-то утренний ритуал мне дается намного проще, чем вечерний. Может быть, стоит чек-лист перенести на утро. Не знаю, но вообще тогда смысл, конечно, он должен быть вечером. Над этим нужно тоже поработать. Так, с этим разобрались. Что дальше? Какие планы? Дальше у меня в ближайшее время, на следующей неделе, перечитать учебник еще раз более осознанно. Медленным чтением и с применением практики мышления письмом. И еще раз прочитать образование для образованных. Потому что эту книгу я читал в декабре-январе. Сейчас хочется ее еще раз освоить. Второе, это пройти курс онтологики и коммуникации, который стартует уже 10-11 мая. Значит, извиняюсь тут повторно. А, да, нет. Курс системного мышления я хотел бы пройти его тоже ориентировочно в августе-сентябре, после того, как закончу с онтологикой. На следующей неделе у меня экзамен в ГАИ. За месяц я смог, применяя практику мышления письмом и практику проговаривания, выучить все 800 билетов, сдать теорию, сдать площадку. Сейчас у меня только экзамен в ГАИ на следующей неделе. И самое главное, собственно, в августе-сентябре, когда откроются границы, мне нужно будет сделать выбор и поставить свою шкуру на кон. Что я имею в виду? У меня сейчас есть два направления, два предложения очень интересных. Первое предложение – это поехать в Китай директором школы, директором языкового центра, в котором я когда-то работал, полностью с нуля наладить всю систему менеджмента в городе Циндау, Приморском. Получить в свое управление коллектив китайский и англоязычный. Ну, то есть, такой, скажем, новый уровень в менеджменте. И второе предложение для меня очень интересное – это заниматься международной электронной коммерцией, зарегистрировать компанию в Грузии, работать с Евросоюзом, Соединенными Штатами через Грузию. Потому что в Китае у меня есть друзья, которые хотят этим заниматься, и у них есть, собственно, помещения, склады и вся инфраструктура для того, чтобы мы могли начать этот проект. Но еще пока не принял решение, оно очень для меня ответственное. Ну и все. Большое всем спасибо за то, что выслушали мой такой огромный длинный монолог. Большое спасибо Цирену, Анне, большое спасибо Анатолию Игоревичу за то, что вы создали такую платформу, все систематизировали. Вы изменяете жизни огромному количеству людей. Это круто. Большое спасибо хочу сказать всем своим сокурсникам, потому что от каждого я тоже научился очень многим вещам. И прямо я по ходу выступления своих сокурсников часто применял мне это мышление письмом и прямо выписывал все, что мне говорили мои сокурсники. Все, большое спасибо. Да, большое спасибо, Антон. Прям очень детально, пошагово все разложили. Большое количество слайдов, все супер, картиночки, очень круто все сделали. Мне очень понравилось. И анализ проблем прям откровенный. Супер, спасибо большое вам за это. Ребята, есть вопросы к Антону? Вот он говорит, что хотите зависеть к эмоции, а он вам вообще нужен? Хороший вопрос, потому что на самом деле я тоже думал над этим. Я вообще как-то свои эмоции особо не знаю, не особо распознаю. Мне кажется, это связано с тем, что я привык в Китае их не показывать. Там вообще не принято как бы демонстрировать свои эмоции. Там принято все делать с каменным лицом. Я этому очень сильно научился, потому что жил с ними. И как бы я вообще сейчас в таком замешательстве. Потому что я сейчас в России и в русскоязычном пространстве. Здесь вообще к эмоциям другое отношение. И все так как бы их проявляют, записывают. И я вообще в шоке. Но для меня как бы это новый мир. И я хочу тоже попробовать для себя все-таки открыть это. Но это не приоритетно на данный момент. Но попробовать хочу. Ну, в принципе, конечно, как бы здесь вот только как бы вот ваш выбор, насколько вашей ситуации он там необходим. Просто как бы, например, я не веду, например. Но Анна ведет. Она как бы для себя это очень считает важным. Поэтому здесь все индивидуально. И поэтому мы не говорим. Здесь обязательно надо это, обязательно это. Единственное, как вы знаете, обязательные практики, мы вам сказали. Вышление письмом. Аплодическое чтение. Они все заявлены. Вот обязательные. Ну, а все остальное уже по необходимости. И, в принципе, вы хорошую причину правильно сказали. Аргумент, почему он, в принципе, возможно, вам в дневнике эмоций будет полезен. Просто понаблюдать за собой. Эмоции, они важны для человека. Важны эмоции. Хотя, конечно, культурные есть ограничения. Но, тем не менее, эмоции важны. И без них нельзя. Можно, да, я извиняюсь, что перебью, Сирен. Вы сегодня упоминали, что вы планируете отправить своего сына за границу. Я просто хотел бы опытом поделиться, если можно. Меня просто часто тоже спрашивают, стоит ли, например, в 17-18 лет, то есть относительно рано после школы, сразу же отправлять ребенка за границу. Я могу сказать только за Китай, потому что не знаю, как происходит в других странах. То, что видел я, 80% людей, которые приезжают с сырыми нейросетками в 18-19 лет, ну, им, если можно так мягко сказать, им тяжело очень сильно подводить мастерство именно на собранность. И не хватает вот этого скилла. Да, я бы хотел, не знаю, как-то, да, мое наблюдение на данный момент, что бакалавриат, наверное, лучше все-таки как-то получать в России или где-то в странах более близких по духу, что ли, культурно России, чем сразу отправляться с сырой нейросеткой в Китай, как я. Тем более я, в отличие от своих сокурсников, сразу начал жить там с китайцами, дружить, делать бизнес-проекты и так далее. То есть я вообще ушел до того, что я перестал отмечать российский Новый год. И когда мои коллеги, точнее сокурсники, в Новый год российские шли вместе там тусоваться россиянами, ну, СНГшниками, я шел с китайцами. То есть это вообще было, ну, погружение очень сильное. И я веду это к тому, что, как бы, такой культурный аспект очень, он важный. Я сейчас возвращаюсь в Россию, я просто понимаю, что это такая проблема, она, как бы, достойна вообще, мне кажется, исследования. Потому что я вот сталкиваюсь с тем, что мне тяжело очень часто взаимодействовать с представителями, как бы, ну, как сказать, России, СНГ. Сильно рано уехал и сильно повлияла на меня та среда. Но это вот мое наблюдение. Да, социальное окружение, как мы говорим, очень сильно влияет на человека. По сути дела, система обеспечения, это была ваша, когда вы там учились, окружение, оно вас и создало со своими плюсами, своими минусами. Так же, как и наше окружение здесь, вот российское, оно тоже нас создает со своими плюсами и минусами. Понимаете, мы здесь тоже все абсолютно неидеальны. И когда я говорю про то, что отправляю тоже сырую нейросетку туда, в том числе и потому, чтобы все-таки дальше создавалась не совсем та ситуация. Я понимаю, да. Существует. Поэтому у меня уже есть опыт. У меня одна нейросетка уже давно уехала туда. Закончила и замуж вышла. Поэтому, как бы, здесь опыт уже есть. И действительно правильно сказали, что собранность – это, ну, как бы, просто основополагающее. Почему она базисная? Если собранность есть, то все остальное, оно постепенно так как-то приходится. Интеллект, мыслительное мастерство развивается. Начинаете, если не бояться, делать рабочие проекты, постепенно все неглупые люди. Все равно любой человек, он неглупый. Если у него есть собранность, есть желание развиваться, окружающую среду он себе сам создает. А любой человек создает себе окружающую среду сам. Когда говорят, вот там наркотики, там что-то такое, ну, никто насильно ничего делать не будет. Человек сам себе окружающую среду выбирает. Поэтому все люди неглупые. Постепенно, постепенно и прикладное мастерство приходит. Все начинается с собранности, как вы правильно сказали. Почему мы как бы знакомы, именно ставим сейчас в самом начале, именно собранность. И чтобы дальше осваивать сложные системные мышления, вот тут роль ученика, мы специально ее пытаемся сделать апгрейд для всех. Она всем полезна, этот апгрейд, эта роль, поэтому она достаточно важна. Спасибо, что вы как бы про это как бы рассказали и поделились, что да, мы, что мы, ну, как бы вы хорошо сделали себе диагностику. Я как бы не знаю, насколько вот у вас действительно ли пробел в мыслительном мастерстве, но то, что вы сами себе это выявили и поняли, что это ваше слабое место, это очень хорошо. Это диагностика и, как бы, ну, как бы так скажу, дурак-то он не признает, что он дурак там, да, или что-то там, чего-то не знает там, да, вот, или что-то такое. А если вы говорите, что, как бы, вот у вас там есть в этом направлении, ну, в каком-то направлении вы не... Это означает, что, как бы, у вас все-таки не совсем плохо даже с мыслительным мастерством, раз вы догадались об этом. Поэтому я не думаю, что у вас там совсем плохо. И то, что вы показали свой рабочий опыт, что вы в новые какие-то такие дела смогли заходить, новые проекты, это означает, что с мыслительным мастерством-то у вас котелок варит. Так что, как бы, вы сильно-то особенно не думаете, что он у вас там как-то такой недостаточный. Просто, как бы, вот надо, может быть, прошить его новыми транс-дисциплинами, там, антологика, системное мышление, будет все в порядке, все хорошо. Я, в общем, даже насчет этого не переживаю, да, что у вас там будет все отлично, да. Список проблем, которые вы обозначили тоже, это некоторая такая диагностика себя, ну, просто супер, я очень рад. Вот, по поводу инвестиционного времени, спасибо, что вы там отметили, да, как бы, что время инвестирует. Я действительно так вот перешел к инвестированию именно время, учитывая в помидорках, но это не означает, что не надо помидорки включать и на другие дела. В принципе, для многих, может быть, это хорошо, что он, как бы, включает помидорки на все дела, таким образом постепенно тренируется. Это уже дальше, когда, может быть, мастерство появляется в этой практике, можно отдельно выделять только инвестиционное время. Вот, ну, хорошо, что вы про это сказали. И из-за блуждания, блуждания, да, блуждания, это есть отдельное, такое тоже говорю, что не должно прям все быть у вас прям, как бы, прям совсем пропланирование, прям аж все запланировано. Нужно обязательно иметь такой элемент бесцельного блуждания, оно должно быть ограничено, там, да, потому что большинство, действительно, как вы говорите, там, блуждают бесцельно, и у них там по пять, по восемь часов в день уходит непонятно куда. Вот, я иногда люблю блуждать, и я просто почему это заметил? Потому что у меня часто вот приходят какие-то такие интересные вещи, я там, черпаю, и это я осознаю, именно от такого бесценного блуждания. Вот, то ли как-то я все-таки знаю, куда блуждать надо, в какую сторону. Ну, в общем, не знаю, но мне кажется, что я просто-напросто по ссылкам как-то иду, куда-то что-то такое, а потом бах, что-то, о, круто. Да, и вот такой часто я себе замечал, как бы, да, что вот я вот так просто что-то блуждал какое-то время, что-то такое интересное нашел. Поэтому тоже такая практика есть, просто она у меня тоже под контролем, и не так сильно много времени на это я отвожу. Вот, спасибо большое вам, Антон, да, очень интересный ваш опыт был. Спасибо. Да, спасибо вам. Так, кто у нас еще готов? Спасибо. Спасибо.